Я родился в Починском районе Смоленской области, закончил Московский энергетический институт, Смоленский филиал. После окончания института служил в армии, после армии работал немножко на Смоленской атомной станции, и после того, как было объявлено о строительстве и напоре персонала на Смоленскую АЭС, в 1981 году приехал непосредственно в Десногорск, и с 30 сентября 1981 года я живу в Десногорске. Работал я с самого начала на Смоленской атомной станции в цехе тепловой автоматики и измерений, где прошел путь от начальника смены цеха ТАИ до начальника цеха ТАИ. Если говорить об увлечениях коллекционирования, это тоже одна из моих увлечений, коллекция традиционной русской глиняной игрушки. К этому я пришел следующим образом. В конце 90-х годов в цехе у нас собралась группа единомышленников, и мы начали очень много ездить, путешествовать в свободное от работы время. Практически мы объехали большую часть Европейской России, были в Ленинграде, в Москве, в Калуге, Орле, Горьком, Нижнем Новгороде, Казани, Вологде, Пинзе, Брянске. В практически очень многих местах. И еще несколько раз были в Беларуси. Но в каждом месте, куда мы приезжали, есть какие-то специфические вещи, которые изготавливаются или присущи данной области. Например, в Новгороде это изделия из бересты, в Вологде это изделия из кожи, ну, много чего. И как-то, будучи в Пензе, я купил игрушку глиняную. Мне стало интересно, что же это такое, и почему именно в Пензе глиняная игрушка есть, а в Брянске, например, или в Смоленске ее нет. Я начал этим интересоваться, начал читать литературу, интернет, и открыл для себя очень интересный мир глиняной игрушки. Именно русской традиционной глиняной игрушки, которая изготавливается в нескольких местах, центрах большой России. И после того, когда я заинтересовался этим, я начал собирать эту коллекцию. Где бы я ни был, первым делом я интересовался, есть ли глиняная игрушка. Я стал связываться с мастерами, мои знакомые, друзья, где бы они ни были, если они видели эту глиняную игрушку, они обязательно привозили мне. Вот с этих пор и создалась такая большая коллекция. Глиняная игрушка изготовлялась практически везде, во всех областях. Но именно известная, зафиксированная, документальная, она присуща только нескольким областям. Например, это Вологодская область, Орловская область, Курская область, Воронежская, ну и так далее. Вот в Смоленской области тоже была игрушка, но такого большого распространения она не получила. Поэтому говорить о какой-то именно специфической смоленской игрушке трудно. Она была, но не получила большого развития. Поэтому здесь именно представлены центры, там где эта игрушка изготовлялась. Как правило, центрами были не большие города, а либо деревни, либо маленькие городки. Там, где делали глиняную посуду, и в свободное от этого времени мастера, женщины, мужчины, даже дети занимались изготовлением этой игрушки. Ну, как-то в последнее время я немножко отошел от этой темы. Ну, иногда привозят, иногда, ну, понимаете, в чем дело, что как-то я уже насытился ей, наверное, и уже как-то особо нет. Вот в последнее время у меня вот сложились хорошие отношения с поселком Думеничи, Калужской области, где сейчас делают игрушку тоже до сих пор. У меня там очень много знакомых, мастера. Вот я в сентябре был у них на празднике. Ну, в общем, вот такие вот. Иногда привозят, 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 привезли мне из Мексики, из Доминиканской республики, привозили игрушку. Вот непосредственно глиняную игрушку. Мне довелось встретиться в Непале. С Украины привезли игрушку. Ну, в Белоруссии кое-где тоже покупал. Да, есть очень интересные игрушки. Вот, мне, например, очень нравится последнее поступление, это с Украины. Апошнинская игрушка. Мне очень нравится эта вот хохол и хохлуха. Такая очень интересная. Да, прикольная. Причем она не просто вот игрушка, она еще и свистит. Вот. А еще мне, чем она очень нравится, это игрушка, вот первая, которой я поступал, очень интересная. Животное. Вот конь. Вот лось. Вот бык. Ну, надо сказать, что все игрушки, они, как правило, свистульки. Потому что игрушка, она выполняла как бы двойную роль. С одной стороны, это для развлечения детей, а с другой стороны, игрушка своим свистом как бы отгоняла злых духов от дома. Карагопольская игрушка. Карагопольская игрушка – это Архангельская область. Вот, например, тени толка. Он не просто вот тени толка, что он изображен, половина темная, половина светлая. Это жизнь человеческая, та, которая светлая, это жизнь, та, которая темная, это плохая сторона смерти. Перед тем, как приобретать, все же интересно было посмотреть, что это означает. Очень интересная эта, вот, Таршковская игрушка. Она отличается красотой. Здесь особенность в том, что после того, как фигурка вылеплена, к ней делают нам шлепки такие. Вот. И раскрашивают. И получается очень красивая. Вот это голуби. Вот петух. Нарядные такие. Петух в игрушках означает, это как бы солнце, то есть рождение нового дня. Вообще любая фигурка, она что-то означает. Медведь, например, это сила. Коза – это богатство в доме. Корова – это забродетель. Игрушки смоленских мастеров. Я о них, в общем-то, нигде не встречал, сколько бы я ни пытался читать. Говорят, что вроде бы, вернее, читал, что да, находят. Ну, вот, такие вот жаворонки. Это, ну, опять же, говорит, солнце, это новый день. В общем-то, все игрушки, они выполняют, я говорю, двойную роль. С одной стороны, это, как бы, тотем. Вот эти темненькие. Вильгурт. Вильгуртовская игрушка. Это игрушка из Удмуртии. Большое развитие она получила именно вот в 70-80-е годы прошлого века. Называется эта игрушка «Мокрый соловей». Сюда наливается вода и свистишь, и как бы получается звук соловья. Ну, вот, у них интересная тоже есть. Специфическая такая. Называется «Дерево жизни». То есть, видите, вот дерево здесь, человек сверху, здесь животное. То есть, как бы, мирное существование. Все, кто живет на земле, все имеют право на жизнь. Игрушки, конечно, они тоже делались не просто так. Вот, например, игрушка «Каргопольская». Она, как бы, существовала, как бы, вторым планом. Потому что, в основном, это была «Каргопольская» глиняная посуда. Но дети делали эти игрушки. И их на ярмарках раздавали просто. Когда ребенок покупателя шел, он слышал свистки. Где-то свистит он, тащил их родителей. «Пойдем посмотрим, пойдем посмотрим». Там ему давали эту игрушку. Но родители, придя туда, увидев и кувшины, и миски, естественно, они что-то покупали. Вот «Каргопольская» игрушка. Это «Курская» область. Ну, в общем, она отличается именно как своим звучанием. Ну, в первую очередь, говорят, что, как бы, присущий есть звук курского соловья. Вот. Ну, в каждый центр он имеет свою отличительную черту. Ну, «Дымковскую» игрушку знают все. Она является, как бы, представителем России. Видите, как она нарядна? Это «Интюк». Вот. И эту игрушку знает весь мир практически. Она изготовлена из обычной красной глины. Покрыта мелом. И уже роспись, видите, вот. Такая красивая. Ну, ее знают во всем мире, потому что это, как бы, является визитной карточкой России. По большому счету, у нас всего три известных центра, которые знают. Известные так в России, в мире. Это вот «Дымковская» игрушка, «Каргопольская» игрушка. Это Архангельская область. И «Филимоновская» игрушка. Это Тульская область. Остальные они как-то более меньше известны. «Романовская» игрушка, «Липецкая» область. Тоже очень интересно. Изготавливают ее из белой глины. Ее обжигают. А потом вот красят. Красят, как правило, вот у нее цвет розовый, желтый и серебряный. Известна она стала, когда в XIX веке открыли Липецкие курорты, то начали изготавливать, люди приезжали туда, и чтобы, так сказать, привлечь их и как-то заработать денег, местные умельцы начали делать вот эту игрушку. Ну, получился распространение, соответственно. получается, у каждой игрушки свой какой-то звук, свой... «Конечно». «Конечно». Вот Костромская область. Это богиня древнеязыческая. Она, видите, как бы обращается к солнцу, является хранительностью, очага считается. «Конечно». Интересно. Такие вот сделаны рисунки. Причем именно присущи только данной данной игрушке. Они наносятся специальной такой палочкой деревянной, острой. И вот получается. Ну, вот я говорю, что, в общем-то, каждая игрушка имеет свою специфику. Чем-то она отличается от другой. Видите, наносится игрушка, более светлой краской. Это так называемый тычковый метод нанесения. Так-то очень тоненькая кисточка и точками наносят вот этот рисунок. Именно присущ она только этой игрушке. Именно городецкая. Будучи на праздники в городе Кречев только обнаружил интересную игрушку, которую я почему-то не знал, никогда не видел. Когда начал интересоваться, что это такое. Оказывается, это такая вот поднепровская игрушка, которая изготавливалась в верховье Днепра. Ну, в частности, она, наверное, и в Смоленской области, потому что Кречев когда-то входил в состав Смоленской губернии. непосредственно развитие получил только вот сейчас в Кречеве. Вот мои друзья ездили в Мексику, привезли мне вот такую глиняную игрушку из Мексики. Соловей, наверное, тоже свистит. Интересно. Вот эта игрушка она родилась из филимоновской игрушки, но имеет свою специфику. Вот к сожалению вот автор вот этих всех игрушек я с ним как-то списался он настолько переживал то, что он в 70-х 80-х годах создал фактически все разорилось. Но надо сказать и про наших мастеров. Здесь вот в школе тоже преподают игрушку. Когда прислал эту игрушку она разрушилась вот здесь вот была. И по моей просьбе преподаватели в местной школе установили ее. Видите, даже совершенно не видно, что она была повреждена. И вот еще интересная есть ковровская игрушка. Ковровская игрушка появилась только в конце 19 века. Называется кумушки. Обратите внимание, как действительно собрались две кумушки и между собой беседуют. ковровская обороты к увлечению Бориса отношусь с пониманием. Не раз мы ездили на выставку ярмарку в поселок Думенич Калужской области на выставку ярмарку традиционной игрушки глиняной. И я узнала, что вот например орнамент с древних времен Он несет в себе определенное значение. Волнообразные линии и зигзаги – это символ дождя, небесной влаги, то, что ведет к плодородию. Если просто дуга, то это означает радуга. А если веточки, колосья, древо – это символ возрождающейся, вечно возрождающейся природы. С древних времен они детей забавляли, детям они были очень интересны, тем более, что свистульки. Значки начал собирать еще мой отец в 1970 году. Значки были очень интересной темой – Смоленская область. Тогда это был большой дефицит, их очень было трудно достать, и любой значок доставался с большим трудом. Открой любую страницу, здесь история кругом. Это же вот, смотрите, это же все вот, это все гербы, гербы, гербы – история Смоленской области. Здесь и Вязьма, здесь и Драгобуш, Ельня, Рославль, чего тут только нет. Поэтому сейчас, если что-то собирать, то надо собирать, например, историю, то чисто историю. Потому что если собирать все, что касается Смоленской области, ну просто физически не осилишь. Вот этот альбом посвящен, так сказать, войне, вот страница посвящена войне 1812 года. Ух ты еще, какие кресты! Ну, это крест, это была битва под Смоленском. Вот это вот посвящены Отечественной войне 1941-1945 года, вот эти вот комплекс значков. Здесь, в общем-то, именно такие значки, вот Ельня, например, видите, сколько Ельня в 1941 году посвящено. Вот этот, 65 лет освобождения Смоленщины, УКРА, высадка десанта в 1942 году. Вот интересно, мне вот тоже нравится, это знаменитые люди Смоленщина. Видите, у нас сколько, вот, Махимов. Ну, Никулин. Юрий Нигулин, да. Демидов вроде бы. Он Демидов, да. Он там до трех лет прошел. Кстати, там восстановлено его дом. Там сейчас музей, да, я знаю. Там очень интересно люди живут. Мы с ними немножко знакомы. Вот Эдуард Хиль. Где он тут? Вот этот, Беляев, писатель Беляева. Вот Эдуард Хиль, он в Смоленске родился. Так он даже не знал, что такой есть вообще значок. Вот, а вот, видите, эти Каховские и Глинка. Это декабристы, Смоленские. Они родами Смоленск. Вот Лавочкин, например, знаете, да, Лавочкин? Уже тоже родился? Исаковский, Твардовский. Вот Папанин. Гатьми родился. Смотрите, сколько много у нас. Вот, вот, здесь вот. Около-то 100 пекимуческих, да, знаю я их. Вот это, а это мне Гречин подарил. Вот это посвященное школьникам и профессионально-техническому училищу. Кстати, вот он, где у нас, Десногорское наше училище, бывшее техникум. Вот он. Значок. Пять лет. Училище номер 10. Красненький вот этот, да? Да. Десногорск. Вот это ГПТУ? Да, да, это ГПТУ. Ничего себе, у нас даже такие значки были. Да, ну, были такие значки когда-то, да. А вот эти вот, дальше, значки, посвященные, так сказать, высшему среднему специальному образованию. Ну, вот, одна из, вот, посвящена стройотрядам 67-го года. Вот это вот, это мои. Заслуженные. Это же, видите, вот, сколько много всяких. Чего тут только, чего у нас только тут не было, на этой Смоленщине. Вот. Смоленский гуманитарный университет. Сейчас его уже, к сожалению, нет. Вот. Ну, и сейчас еще интересного покажу. Один. Здесь и сельское хозяйство, отдельно культура. Ну, все, в общем-то, именно разбито по тематике. Смоленский очень знакомых. Ну, как они знакомые? Ну, менялся я с ними. Поменялся и забыли мы, конечно, друг друга. Я не фанатик. Вы знаете, есть фанатики, которые собирают до, либо только до стати. Вот, начинается, естественно, с адекционного завода, фактически там, где эти все значки делают. Есть такие значки, ну, но комбинат Смоленский уже нет. Да. Янцевский, хлопчат, бумажный комбинат, его уже нет. То есть, уже можно как историю рассматривать. Вот, я хотел вам показать. Посвящен Смоленской атомной станции отдельной. Строительство первого блока, вот этот значок, это участник упуска первой станции, участник упуска второй электростанции. Вот это вот все вот значки, вот, там, начиная от, по-моему, наверное, ну, 10 лет и заканчивая вот последним, там, 40 годами. Вот, ЦЦР, это ЦТПК, почетный работник, почетный работник Смоленецкой. Это пожарная охрана. Здесь вот за, где у нас тут, за заслуги перед Смоленской атомной станцией. Вот мой значок. Вот такой значок посвящен Борисоглебскому отдельному полку разведывательной авиации. Это Пшиталов был такой полк. Он там простоял очень много лет. К сожалению, его уже нет, его расформировали. Вот Вяземский вертолетный полк. Это вот Ельнинская дивизия, Стрелковая. А это вот наша доблестная милиция. Здесь вот ГАИ, потом вот Рословские, потом где-то Сафоновская. ГАИ тут сколько, 65 лет, 60 лет. Ну, такие, понимаете, это уже, ну, это уже специфические такие значки. Ну, это вот пожарникам посвящен. Вот вы знаете, например, что Белорусская республика советская, социалистическая, первая была провозглашена в Смоленске. Ну, значок посвящен этому. История целая. Вот. Правда, эта республика была 30 декабря 1918 года была в Смоленске, провозглашена. Причем Смоленск был объявлен... Тогда не Смоленск, а Западная область она называлась. Губерния Западная. Смоленск был центром. Но она просуществовала всего один месяц. Это мэр города Смоленска, это депутаты областной думы, городских дум. Ну, почетный гражданин города Вязьма, почетный гражданин города Дорогобуж. Ну, здесь вот такая вот... Вот, значки, это 50 лет газете «Рабочий путь». Сейчас ей уже 100 лет. Это вот еще 50 лет сохранился такой значок. Ну, вот, посвященная здесь вот конференция, несколько. И, конечно, можно до бесконечности собрать, например, все... Посвятить себя и собрать все значки смоленских комсомольских конференций. Ну, я как-то вот... Я говорю, я не фанат, поэтому... Ну, приобрел я два штуки. Больше я просто не хочу, потому что, ну... Они все равно все более-менее одинаково, только цифры меняются. Эта вот страница посвящена медицине. Вот здесь вот... Госпиталь Смоленский, Смоленская стоматология, есть стоматологов. Ну, здесь вот... Здесь вот какие-то выставки проводились. СЭФ медицинского оборудования. Вот санаторий Пржевальского. А это санаторий Барок. Есть по Смоленскому такой. Вот эта вот страница посвящена культуре. Парк культуры и отдыха. Библиотека Амини Леина. Сейчас она уже как-то по-другому называется. Смоленский драматический театр. Вот здесь посвященная празднику Глинки. Много-много. Ну, тоже часть, я говорю, если... Опять же, если, говорю, задаться целью, конечно, можно все собрать, в принципе, всех фестивалей. Глинки. Ну, их уже больше сорока. Это уже больше сорока значков. Ну, сейчас они первые, представляете, уже стоят там бешеные деньги какие-то. Ну, да. А стоит ли это делать? Ну, есть, есть. Ну, хорошо, мы знаем, что такое есть праздник. Ну, вот ему посвящены какие-то значки. Это вот спорт посвящены. Страница физкультуры и спорта. Вот здесь школы, детско-спортивная школа, это приз имени Пржевальского, это ориентирование. Ну, это кожаный мяч, золотая шайба где-то тут есть. Это какие-то сельские Олимпийские игры в Смоленске проходили. Здесь вот еще тоже. Вот она, золотая шайба. Ну, вот интересно, это в 74-м году происходило соревнование по ориентированию Центрального спортивного общества труд. Необычный какой, значит. Да, их много, говорю. И только начнешь собирать, и говорю... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мой город для меня это все. А еще для меня это все, это вся моя жизнь. Это наш клуб авторской песни и поэзии «Окно». Это моя семья. Этим осенним днем, 25 лет назад, был и создан наш клуб «Окно». «Окно». Субтитры создавал DimaTorzok Моим. Субтитры создавал DimaTorzok